Брошенный транспорт всегда смотрится уныло. Судьба одиночек, эвакуатор, спецстоянка, суд, утилизация. Есть определенный регламент, не менее месяца пройдет. До этого времени есть время у хозяев, если такое и найдутся, забрать свой транспорт обратно. Если же никаких заявлений не будет, хозяин не будет определен и не появится, значит автотранспорт пойдет на утилизацию. В последний момент выясняется, что у брошенного автотранспорта все-таки есть хозяин. Бабушка, вот Сережа умер, сын. Бабушка живет. Ну так не по-человечески, парни. Хотя бы придите человеку, скажите. У нее документы, все на нее есть. А вот и бабушка Ия Григорьевна живет одна и по состоянию здоровья просто не смогла выйти. Во-первых, только мне недавно дали документы на нее, что я хозяйка. Я ходить не могу. Сейчас доверенность сегодня, не завтра получит доверенность человек. И она займется ей. Ее нужно сначала снять с учета, а потом отправить уже на разбор. Специалисты начали разбираться в вопросе на месте. Принудительную эвакуацию отменили. По данной ситуации вопрос останется на контроле ДУМИ до полного разрешения. Всего произвели принудительную эвакуацию одной машины. На эти виды работ предусматривается бюджетное финансирование. И департаменты ежегодно инициируют подобного рода мероприятия. Все это проводится в рамках в том числе благоустройства территории, в рамках природоохранных мероприятий. Потому что надо приводить город, так скажем, на территорию города в надлежащее состояние. И такого рода техника, она, конечно, неблагоприятно влияет в целом на облик города. Кроме этого, брошенный автотранспорт представляет опасность и для детей. Ведь играя на площадке, может появиться соблазн залезть в машину через разбитое стекло или открытые двери. Дмитрий Самойленко, Александр Серебренников. Новости Губкинского.